Всем привет, добро пожаловать на канал, и это видео вообще не характерно для моего канала, но новый комплект настолько ударил мне в сердечко, что я решила с вами поделиться. В общем, я не смогла сдержать себя, и за счёт того, что я всегда сама себе делаю вот такую вот раскладку, чтобы понимать вообще, что нового, какие цвета, ну, короче, посмотреть на новинки, то я в любом случае для себя бы это делала, и я решила поделиться с вами, потому что это настолько фантастически, это настолько потрясающе выглядит, что, ну, просто я не могу сдержать свои чувства, я решила поделиться с вами. Так вот, мы начнём по порядку, и пойдём, в общем, потом по кругу кружиться. Во-первых, у нас есть целых три, насколько я помню, да, вот раз, два, три, три новых стен на стенах покрытия, и здесь просто фейерверк цвета, фейерверк фактуры. Мне кажется, разработчики, ну, превзошли сами себя просто, честно признаюсь. Настолько классные цвета, и настолько, они вот, знаете, меняют всю фактуру. Вроде только цвет поменялся, но всё так вообще заиграло другими красками, выглядит просто потрясающе. В общем, вот такой вот геометрический. И вот тигрики из рекламы, они просто потрясные, они, я не могу просто передать, они настолько классные. И при том, что эти тигрики, они, вы знаете, вот из разряда настолько безвкусные, что даже классно. То есть настолько плохо, что даже хорошо, вот они, классические тигры. Потому что на самом деле это максимальный перебор, но настолько это красиво, настолько это интересно, что просто невероятно. И вот я показываю вам все цвета, каждый цвет играет по-своему, он по-разному открывается. То есть вот такой более спокойный вариант, более какой-то яркий. Вот смотрите, вообще такой нежненький, розонький, красный через всё, как классный. Ну, короче, каждый цвет просто по-своему играет. И вот мой любимый, кто меня знает, тот знает, что я люблю цветочки, да. Я любитель цветочков, я их обожаю. И у нас новые цветочки, причём в этот раз с птичками. Вы понимаете, веточки и птички, и опять-таки эти цвета, это что-то невероятное. Это фантастический цвет. Ох, как это красиво. Это просто невероятно. И вот это красиво. Всё красиво, всё невероятно красиво. Я не знаю, что они сделали, но это получилось просто какая-то бомба, честно признаюсь. Это невероятно. Вот посмотрите, какой вот всё меняется. Вы понимаете, от цвета к цвету всё меняется. Он как будто бы объёмный класс вообще. Так, поехали дальше. А то я буду долго ещё разлагольствовать. У нас есть ещё два напольных покрытия. Я вот здесь их чуть-чуть сделала. В принципе, они просто вот разные цвета. Вот такие вот ромбики и такие ромбики. Короче, просто вот цвета. Надо ещё вот тоже посмотреть по цветовым сочетаниям. Они тоже достаточно разные и интересные, но не настолько, кстати, интересные, как... Что, где ты? А, вот. Дискотеку видела. Прикольно. Ну, короче, можно покопаться. Они, в принципе, я думаю, сочетаются с вот этим вот. Но больше, конечно, с этим сочетаются. Мне кажется, с этим не так сильно сочетаются. Ну, ладно. Поехали дальше. Из вот таких настенных украшений у нас появились панели. И это настенные, типа, деревянные панели, имитации. Вот у нас три размера их. На обычную стенку, на среднюю, на высокую. У меня вот высокая стенка здесь. Не самая высокая. И получается, вы можете их, я так поняла, что вот так вот делать, типа, и можно составлять свои композиции. Я видела, что там зеркала вставляли, картины, еще что-то. То есть раньше у нас были отдельно, как это называется, обои с такими вот штуками, вставками. А сейчас мы можем комбинировать, создавать свои собственные обои. И это, мне кажется, какой-то новый шаг вообще в этом всем деле. То есть в создании интерьеров. Потому что у меня же обои, которые там напополам с вот этой деревянной вставкой. Я думаю, что скоро у нас появится еще такая половинчатая деревянная вставка. И мы будем создавать свои обои, свои настенные покрытия. В общем, постепенно разбирать на запчасти многие вещи очень классные и крутые. Короче, эти вот штуки, они тоже во многих-многих вариантах цветах. Ну, вот те, которые здесь, они везде теперь практически повторяются. Теперь перейдем к мебели и декору. Сейчас я вам все покажу. Во-первых, у нас вот тут уже наши ковры. Наши ковры. И я вам советую тоже все смотреть. То есть тут каждый цвет – это новый дизайн, вы понимаете? Да, они тут повторяются. Но, да, вот тут получается три вида дизайна. Но, блин, это круто. Вот с этими, ну, короче, вот к этому. С цветочками. С цветочками и с птичками. Вот этот вот голографический и с ромбиками. Ну, блин, это очень круто. Очень красивые они, конечно. Ну, то есть мне нравится, когда цвет меняет весь дизайн. То есть вы находите какой-то вообще уникальный продукт, уникальный какой-то свой коврик. И это очень круто выглядит. Они, конечно, потрясающе. Так, поехали дальше. У нас тут корейслица. И опять-таки, видите, розовенький-розовенький, но здесь сидушечка покрашена. А здесь спинка немножко перекрашена. Здесь тоже сидушечка есть, а здесь спинка перекрашена. Ну, короче, они так прям поизгалялись. То есть несколько вариантов дизайнов, в нескольких цветах тут вот такой более лаконичный. И вообще, в принципе, я что-то забыла сказать о том, что это максимализм в интерьере. Что-то я так вообще так окунулась в это всё, забыв сказать. И это реально максимализм. Это реально максимум всего. Максимум цвета, мне кажется, максимум этих предметов интерьера. Их так много. Они такие классные, замечательные. Вот. Я немножечко волнуюсь, простите меня, пожалуйста. Я первый раз такую снимаю, и я настолько восхищена этим набором, что, видите, я всё забываю вообще, всё на свете. Вот. И диваны тоже. Вы посмотрите на эти диваны. Насколько они разные по стилю. Насколько они интересны. Они просто потрясающие. То есть, видите, вот спокойный, вот спокойный. Вот такой изысканный. Вот такой кичёвый. Вот опять изысканный такой. Ну, немножечко с подушечками такими игривыми. А вот такой вообще супер. Какой-то крутой, гламурный. Вот. Тоже достаточно спокойный. Чёрный, но тоже с цветочками. Весь такой загадочный. Вот такой для офиса. Даже можно подумать. Ну, короче, видите, классный. Вообще классный. Не знаю, как вообще ещё комментировать, если это выглядит. Просто потрясно. Просто невероятно. Вот эти тумбы, которые выглядят как магнитофон, если честно, старый такой. Они тоже в разных цветах. И всё это меняется. Всё это круто выглядит. И вот такой стильненький, спокойненький. Такой розовенький. Это лиловый какой-то. Фиолетовый лиловый. Тёмно-синий. Сейчас я... Эй-эй-эй-эй-эй. Ещё жёлтый, чёрный есть. Вот эти вот тумбы. Типа маленькие. Они, по-моему, в тумбах именно находятся. Тоже красивенькие. Они, кстати, начали чаще создавать с верхним стеклом, как мне кажется. В последнее время парочка уже было таких. И тоже, видите, они настолько разные. Вот тут разноцветные. Тут более такой спокойный. Тут тоже разноцветный. Здесь гармоничный такой. Здесь с цветным стеклом. То есть они все такие классненькие, разненькие. Это, получается, у нас столики. Ну, типа, перед диваном. Вот. Ну, здесь меняется только вот эта основа. И вот птички, которые я увидела в рекламе и влюбилась. Потому что это невероятно прекрасные птички. Вы только посмотрите на них. А здесь есть, опять-таки, одноцветные. Но они выглядят просто потрясающе. Это уникальное что-то. Это очень круто выглядит. Я думаю, что я буду часто их использовать. Есть вот прям, как настоящие павлины. Есть беленький. Смотрите, какой красавчик. Есть золотой. Есть черный. Вот это тоже стильный цвет такой. В общем, видите, они в куче цветов. Просто в куче. А ну-ка, если посчитать сколько. Подождите. 4 на 3. 12. 12 цветов. Обалдеть. Вот, кстати, еще жирафики. Это геометрические жирафы. Они просто в спокойных цветах. Но выглядят тоже очень стильно. Очень круто. Вообще просто невероятно. Так, торшерчики. Ну, торшерчики у нас, в принципе, только чуть цвет меняется. Ну, то есть, они, да, такие прикольные и стильные. Но мне кажется, это как-то не максимализм. Это какой-то такой 60-й. Хотя... А, тут бахрома, типа. Ну, прикольно, прикольно. Они, вот, каждый соответствует своему цвету. Вот это мне нравится. Не знаю, какое-то симпатичное сочетание. Я даже знаю, какой диванчик сюда лучше подойдет, чем вот из того набора. Так, это у нас лампы. Ну, такие достаточно скучноватые, если честно. Лампы, ну, лампы как лампы. Не знаю, мне что-то как-то они не зашли. Ширмочки у нас появились новые. Симпатичные. Но мне кажется, что свадебные ширмы, кстати, гораздо симпатичнее. Они интереснее были. Кстати, вот со свадебного набора у нас появились четырехсоставные ширмы. То есть, до этого у нас были двухсоставные в основном. Ну, вот из двух створочек. А сейчас у нас четырех. Они такие, типа, полупрозрачные. Ну, симпатичные как бы. Я не очень часто использую ширмы. Ну, как-то так... Я не знаю, что с ними делать, короче. Типа, разграничивать пространство и все. Как-то не знаю. И у нас появился один вид камина, который тоже в разных-разных цветах. Ну, камин как камин. Ну, а, кстати, смотрите. Тут верхний вот этот декор тоже меняется от цвета к цвету. Это приятно. Это интересно. Да, у них продумано. И тут как будто в большом камине стоит маленький. Ну, достаточно интересная задумка. Тоже все меняет свой цвет. То есть, не основной только цвет меняется, а прям все элементы тоже подбираются. Интересная композиция из этого всего сочетается. Ну, интересно. Интересно. Максимально. Максимально ярко. Сейчас вам покажу свою любимую часть. Вот от этого я просто... Я в восторге. Когда, кстати, вот первый наборчик такого плана появился, это у нас было сверхъестественное, по-моему. Или около того. Там таким... Буковкой Г появилась. Эта штука... У нас теперь вот такая штука есть. И она классна. И в стольких цветах тоже получается. Ж12, да? Раз, два, три, четыре, пять. Нет, подождите. Два, три... Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять цветов. Ну, тоже круто. И самое главное, вы посмотрите, тут тоже постоянно меняется дизайн от цвета к цвету. То есть, можно еще подобрать внутреннюю картинку, как бы, под ваше настроение. Их тоже три типа, но все равно, блин, круто. И тут цветочки еще добавлены. То есть, до этого у нас был наборчик. Там были масочки, по-моему, вот в сверхъестественном. Картинки масочки, что-то такое было. Тут с цветочками. Очень круто. Очень симпатично. Это все выглядит просто невероятно. Вот такие композиции, они, конечно, в интерьере смотрятся потрясно. Потому что они такие маленькие. Они собранные. И вы можете их ляпнуть на стену, и будет уже красиво. Можно еще добавить другими, дополнить. И это вообще будет фантастически. Так, у нас тут еще вот есть это зеркало. Вот такие вот симпатичные, интересные. У них цвет меняется только вот этих вот штучочек. Вот тут, видите, розовенький, зелененький. И как бы все. Ну, как бы, интересно. Зеркало, в принципе, в принципе. Оно больше как интерьерное, я так понимаю. Что это в ванной не повесишь. Но, конечно, можно. Но смысла от этого особо нет. Но я всегда смотрю с практической точки зрения, что не особо логично. И вот это вот у нас есть. Это картина, насколько я помню, все-таки. Которая нас имитирует, что мы туда можем засосать, нас может. Ну, как бы прикольно. Не знаю, мне не особо понравилась, но такая она у нас есть. Так, что? Ну, все мы просмотрели. Итого у нас получается вот три настенных, два напольных. У нас один ковер, одно настенное украшение с картинами, одно такое. А нет, две картины, получается. Один вид кресел, один вид диванов, тумба, дна, столик, столик тумбы один, столик такой низенький один, декора два, один у нас этот каминчик, одно освещение такое, одно такое и ширмочка. И все, в принципе. Но все равно это выглядит так круто, так потрясающе, потому что за счет количества цветов и за счет того, что внутри этих цветов дизайн меняется, конечно же, это все абсолютно меняет. Я надеюсь, вам понравилось. Если вам понравился такой вид обзора, скажите мне, я буду продолжать дальше. Так что подписывайтесь, ставьте лайк и смотрите новые постройки. Пока-пока!